Наш традиционный дайджест новостей Украины сегодня мы посвятили всего одной теме, но теме громкой, теме обсуждения которой занимает львиную долю украинского информпространства, а именно инциденту в Керченском проливе и последовавшему за ним введению в стране военного положения. Основной и, пожалуй, самой обсуждаемой темой прошлой недели в Украине стало введение впервые за годы независимости военного положения. Напомним, что причиной для такого радикального решения послужил инцидент в Азовском море, когда российские пограничники задержали в территориальных водах РФ три корабля ВМС Украины и их экипажи. Официальные лица Украины, разумеется, тут же назвали инцидент фактом агрессии со стороны Российской Федерации. 27 ноября парламент поддержал инициативу президента и проголосовал за введение военного положения, правда, только в 10 областях Украины и только на 30 дней, вместо 60, которые изначально предлагал Петр Порошенко. Теперь ВСУ получает возможность в течение месяца игнорировать некоторые конституционные права украинцев, такие как неприкосновенность жилья, имущество, свободу передвижения, тайну переписки и мирных собраний. Заблокированные порты Мариуполя и Бердянска, а также отсутствие санкций в отношении России – таковы промежуточные результаты керченской истории. И это совсем не то, чего ожидал от провокации официальный Киев. Поддержка Украины со стороны Европы и Америки пока что локализована в основном на словах, да и то довольно сдержанных. Совбез ООН закономерно не принял никакой резолюции. А ЕС ограничился декларацией, в которой факт захвата украинских кораблей подается как следствие некой напряженности, неизвестно откуда появившейся. В США тоже отреагировали на азовский кризис, совсем не так ярко, как хотелось бы Украине. Разве что Дональд Трамп таки принял решение не встречаться с Владимиром Путиным на саммите Большой Двадцатки в Аргентине. И это, пожалуй, единственный пока условно-плюсовой для Украины итог керченского конфликта на международной арене. Наконец, судя по комментариям западных СМИ, там крайне скептически оценили аргументацию Порошенко относительно введения военного положения и заподозрили, что Киев поднимает градус не в силу реальной угрозы со стороны России, а по внутриполитическим причинам. Причем все больше западные СМИ приходят к выводу, что за этим стоит желание президента Петра Порошенко пропиариться перед выборами и поднять рухнувший рейтинг, а то и вовсе перенести выборы. Между тем, жизнь обычных украинцев в условиях военного положения практически не изменилась. Если, конечно, не считать небольшого снижения курса гривны в обменниках и витающее в воздухе беспокойство, связанное с опасными политическими играми руководства Украины.